Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 8 февраля, представляю вашему вниманию обзор по парам евро, доллар, фунт, доллар и доллар-иена, которые уже начали слабеть против доллара США в рамках коррекции старшего порядка и к сегодняшнему дню уже достигли своих первых целей. Итак, давайте посмотрим подробнее. Ну и вот евро ожидаемо снизился, как и предполагалось в прошлом обзоре. Уровень 1.2058 оказал краткосрочную поддержку и цена немного торговалась выше, оттолкнувшись от него. Однако для повторного ретеста сопротивления на 1.2137 потенциала у покупателей, к сожалению, не хватило. В итоге пара, пробив поддержку, продолжила снижение, тем самым достигнув целевого диапазона между 1.1998 и 1.1931. Сейчас котировки снова совершают попытку восстановиться после недавнего снижения. Тем не менее, полагать можно, что нисходящая коррекция себя еще не исчерпала. И после локальной восходящей коррекции снижение может продолжиться к новым целям. И вот на актуальном графике в данный момент пара локально корректируется в рамках большой нисходящей коррекции, предел которой может находиться около уровня 1.2058, выступающего сопротивлением. В данном случае, после теста и успешного отскока от этого уровня, цена может возобновить движение по основному тренду к целевой области между 1.1868 и 1.1817. Отмена текущего прогноза состоится при пробое и закреплении выше разворотного уровня на 1.2101. А вот продолжение начавшегося снижения по британскому фунту в очередной раз не состоялось. Пара попыталась закрепиться ниже сопротивления на 1.3700, пройдя полпути до целевой области, однако затем снова развернулась и выросла вплоть до разворотного уровня на 1.3738, где и встретила серьезное сопротивление. В целом же, пока пара находится в состоянии флета, который, вероятно, может подходить уже к концу, таким образом состоялось нарушение сигнальных уровней, однако вышеописанные обстоятельства пока не позволяют отменить прежний сценарий на снижение. Поэтому до окончательного преодоления уровня 1.3738 сценарий на нисходящий разворот все еще остается в силе. Ну и вот что касается актуального графика, сейчас пара в очередной раз оттолкнулась от разворотного уровня 1.3738, что также дает шанс на возврат под сопротивление на 1.3700 в случае развития устойчивого моментума. Окончательное закрепление под ним с последующим отбоем в случае ретеста по-прежнему оставляет в качестве целевой области район между уровнями 1.3520 и 1.3421. В свою очередь отмена текущего сценария состоится при росте и закреплении выше разворотного уровня на 1.3738. А вот рост в паре с японской иеной продолжается, как и ожидалось в прошлом обзоре, хоть и без ретеста поддержки на 104.39, но цена успешно достигла целевую область между 105.39 и 105.73, некоторое время проторговавшись между 104.87 и 105.06, после чего продолжило восходящее движение. При этом восходящий тренд в паре активно развивается и высока вероятность его продолжения. Поэтому с учетом достигнутых целей можно ожидать продолжения движения к новым локальным максимумам. И вот собственно актуальный график, на котором сейчас пара подошла к уровню, который оказывает сопротивление, не давая продвигаться выше. Это может привести к локальной коррекции, пределы которой могут лежать на уровне 105.06, где ожидается ощутимая поддержка. В случае ретеста и отбоя от этого уровня, есть шансы для развития нового восходящего импульса, который нацелится на новые локальные максимумы в области 105.99 и 106.40. В свою очередь, отмена текущего сценария состоится при пробое и закреплении пары ниже разворотного уровня на 104.87. А на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев, и это был мой обзор по техническому анализу от компании Тикмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске. Продолжение следует...